Энергия поля, создаваемого заряженным проводящим шаром. Заряды на проводящем шаре распределятся очевидно по поверхности, поэтому напряженность поля внутри будет равна нулю, а снаружи, для того чтобы рассчитать энергию, напряженность в поле будет у нас, все электрическое поле будет следовательно за пределами шара, поэтому вот в этом вот окружающем пространстве и будет локализованная энергия. Она будет, вернее, не локализована, а распространяться будет до бесконечности, будет занимать все пространство. Другое дело, что она будет быстро спадать, но теоретически даже на бесконечно большом расстоянии напряженность в поле будет отлична от нуля, а следовательно и энергия, которая будет определяться плотностью энергии, будет отлична от нуля. Она будет стремиться к нулям бесконечности. Впряженность в поле, создаваемое шаром, мы уже рассчитывали, это у нас получалось плюс Q, заряд, находящийся на поверхности шара, делить на R, если мы на расстоянии R, вот здесь будем искать напряженность в поле. Выделим элемент объема в виде шарового слоя радиусом R и толщиной DR. DR будет такая маленькая по сравнению с R, что вот это E можно считать слабозависимым и постоянным в пределах заштрихованного шарового слоя. Шаровой слой физики таким образом вводится, в математике шаровое слое совершенно другое понятие. А это у нас часть пространства, ограниченная двумя сферами. Одна из них радиусом R, а вторая радиусом R плюс DR. Вот здесь заштрихованность сечения шарового слоя плотностью нашего рисунка. Для того, чтобы посчитать энергию в этом слое DW, мы должны плотность энергии умножить на объем. Плотность энергии умножить на объем. Полная энергия будет, очевидно, равна сумме. Подставляем сюда плотность энергии. Объем шарового слоя, который мы уже считали. Сейчас я не буду к этому возвращаться. Вот просто по этой ссылочке можете посмотреть, как рассчитывается объем шарового слоя. Несколько способов. И сюда подставляем напряженность, создаваемую этим шаром. Получается у нас интеграл ε0, q2 на 8π2 ε0, r2, r2. Здесь r2 уже было, поэтому r4. Только просто я забыл поставить. Р2 умножить на 4πr2 умножить на dr. π сокращается. 4 сокращается. ε0 сокращается. r2 сокращается. Остается после вынесения константа к уме в квадрате, деленное на 2π ε0. Интеграл от dr, деленное на r квадрате. Первообразная будет очевидно равна значит, минус q2 на 2π ε0, r, плюс константа интегрирования. Найдем эту константу из того узловия, что при r, стремящемся к бесконечности, поле, очевидно, будет стремиться к нулю. Будет стремиться к нулю. Это значит, что и... Нет, это у нас... Мы должны считать ведь r во всем пространстве от бесконечности до нашего r. То есть тут мы считаем сейчас определенный интеграл. Поэтому здесь просто подставляем пределы интегрирования бесконечности до r. И это у нас будет равно... Сначала подставляем нижний предел, включаем 0, а потом со знаком минус подставляем верхний предел, включаем q2 на 2π ε0, r. Здесь было 4π и двойка была в знаменателе. Когда е квадрат подставляли, здесь стало 16π. Поэтому знаменателе у нас будет в 4 раза больше. Четверка еще здесь пропущена. Четверка пропущена. Поэтому здесь будет 8π. Вот такой ответ для энергии электрического поля, создаваемого плоским шаром. Эта формула, кстати говоря, легко может быть получена из такой выражения. С умножить на q... Нет, q квадрат разделить на 2c. Для энергии конденсатора. q квадрата у нас есть. А в емкость уединенного шара мы писали такой формулой 4π ε0 и 2, которая здесь осталась, как раз и будет говорить о том, что мы получили правильное выражение.